Приветствую вас во второй части по вязанию шапочки. И вот я связала полностью для нужного обхвата головы. Мне получилось 12 рапортов. Если вы вывернете на лицевую сторону шапочку, то у вас макушка состоит из вот таких вот треугольничков. Вот у меня 12 таких треугольничков, значит 12 рапортов. Теперь смотрите, что я делаю. Я поворачиваю шапочку к себе лицевым рядом, лицевой стороной, и буду сейчас делать закрытие вот этих открытых петель. То есть я довязала рапорт до конца. У меня сейчас как бы получается первый ряд следующего рапорта. Что я делаю? Смотрите, я кромочную снимаю непровязанной, затем следующую вяжу лицевой и одеваю первую петельку кромочную на вторую связанную и спускаю. Следующую вяжу лицевой, одеваю первую на вторую и спускаю. То есть я как бы делаю вот такими соединительными столбиками, или как будет проще вам протяжками, буду делать закрытие петелек. То есть это очень просто. Я думаю, что если вам неудобно спицами, можете сделать это крючком. Если же вам удобно, все, закрываем петельки, смотрите, провязываем каждую последующую лицевой петлей и предыдущую одеваем на следующую. Снова следующая лицевая, одеваем на нее предыдущую. Еще раз покажу в медленном варианте. Смотрите, на спице правой у нас одна петля, на левой все остальные петельки. Мы с левой на правую вяжем одну лицевую, на правой спице две петли. И мы первую одеваем на вторую и спускаем. У нас на спице правой остается всего одна петля. Итак, каждую последующую мы вяжем лицевой и одеваем предыдущую на последующую. Вот такими вот протяжками я буду закрывать полностью все петельки на левой спице. То есть у меня должно в итоге остаться всего лишь одна петля на правой спице. Вот так вот я буду делать закрытие всех петелек. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Поэтому смело принимайтесь за закрытие петелек. И в принципе, мне кажется, что с закрытыми петельками будет проще вам сшивать. В принципе, это видео рассчитано для ребят, которые вяжут недавно. То есть девчонок, может те, которые вспоминают женщины, давно вязали. Для тех, кто хочет, можете сшить трикотажным швом. Будет шов менее заметен и более аккуратен. Это так. Для тех, кто более имеет представление, о чем я говорю. А для начинающих или тех, кто вяжет именно непосредственно глядя по видео, то предлагаю вам закрыть вот таким самым обычным, простым способом петли. Вот. И будем делать сшивание шапочки. И вот я закрываю последнюю петельку. Провязываю ее лицевой и одеваю предпоследнюю петельку на последнюю. Вот такой косичкой красивенько у меня с лицевой стороны получилось закрытие петелек. Теперь последнюю петельку предлагаю вам немножечко привытянуть, чтобы нам было легче сейчас и проще сшивать. То есть я предлагаю вот эту сторону оставить, а повернуть к себе вот этой начальной стороной, то есть вот где у нас получается с изнаночной стороны жгутик. То есть это как бы лицевая сторона шапочки. Мы должны сшить жгутик с лицевой стороны для того, чтобы когда мы сделаем отворотик, шов был с внутренней стороны. Вот, поэтому я предлагаю вам уже распустить вот эту ниточку, которую мы оставляли для сшивания. И ей мы будем делать сшивание начальных вот этих сантиметров, там где расположен жгутик. Я буду делать закрытие петель где-то приблизительно 5 сантиметров. У меня получается вот этот жгутик плюс кромочная, плюс здесь небольшой запасик где-то 5 сантиметров. Вот я 5 сантиметров буду закрывать. Смотрите, что я делаю. Я натягиваю вот эту ниточку, которую хвостик мы оставляли, как рабочую нить основную на пальчике. Затем крючком ввожу крайнюю самую петельку, нахожу, получается, с нижней стороны. Затем в стеночку ввожу крючок с верхней стороны, захватываю рабочую ниточку и делаю как бы такой вот соединительный столбик или просто закрепительный столбик. То есть просто продела петельку и закрепила воздушной петлей. Теперь у нас с одной стороны косичка вот такая замечательная и с другой стороны косичка. Вот нам нужно за обе стеночки с одной стороны ввести крючок. Я буду называть нижняя стеночка и верхняя. Вот она с нижней стороны за обе стенки косички. И с верхней стороны находим начальную петлю и продеваем, захватываем рабочую ниточку. На крючке у нас две петли. И делаем то же самое, что мы делали только что спицами. Через первую продеваем вторую. То же самое абсолютно мы только что делали закрытие петелек, только я делаю это крючком. Смотрите, в следующую петлю ввожу крючок за обе стеночки косички и во вторую, в дальнюю стеночку верхнюю ввожу крючок, захватывая рабочую ниточку, протягивая сквозь эти петельки и одеваю первую на вторую. Вот так вот спускаю. Опять ввожу крючок в одну стеночку, во вторую стеночку, захватывая рабочую ниточку и делаю соединительный столбик. Для кого так проще, просто делаю за обе стеночки, сшиваю соединительными столбиками, либо протяжками, как вам удобно считать, так и называйте. Смотрите, вводим в одну стеночку, во вторую стеночку. Я плотно держу обе стеночки к себе, чтобы мне было удобно сразу вводить крючок за две стороны. Захватываю рабочую ниточку, продеваю сквозь обе стороны и делаю вот такую вот протяжку соединения. Снова вдеваю в обе стороны крючок, захватываю рабочую ниточку и петлю уже с рабочей ниточки продеваю сквозь петлю на крючке. То есть вот такие соединительные столбики или протяжечки. Я буду делать соединение 5 сантиметров, то есть от начала сшивания 5 сантиметров. Перед тем, как закрепить вот эту вот ниточку после сшивания 5 сантиметров, я вам предлагаю проверить свою работу. То есть как это? Мы сейчас вот сшили верхушечку или будем так считать отворот и нам нужно закрепить ниточку. Перед тем, как мы закрепим ниточку, мы должны проверить свою работу. Мы выворачиваем на лицевую сторону жгутик и смотрим, как у нас смотрится, красиво или нет. Смотрите, можно оставить, чтобы был вот такой вот шовчик. То есть благодаря тому, что у нас идет платочная вязка, вот они изнаночные, мы получается за одну стеночку сшиваем. Вторая часть стеночки остается вот такой вот трубчик. Хотите, можете еще более глубже вдевать крючок, чтобы совсем здесь такая гладкая сторона была. Я буду делать так, чтобы оставался рубчик, так как он у меня как бы дополняет такую вот общую картину вертикальных полосочек. Хотите, можете полностью вот так вот. Будет вид иметь сшивание. В принципе, здесь на шапке несоответствие вот этой вот косы или несоответствие жгута не сильно принципиально, так как это сзади. То есть абсолютно ничего страшного, если у вас пошло несовпадение вот этого рисунка. Как по мне, это такой рисунок очень простой, поэтому здесь не обязательно прям идеально, чтобы он совпал. Это не кофта, и это не какой-то там супер-пуперский шарф-снут, хомут и так далее. То есть для шапочки на каждый день, в принципе, очень даже хорошо. И продолжаем. Если вам понравилась ваша лицевая сторона, мы продолжаем до сшиваем 5 сантиметров, о которых я вам говорила. И теперь мы, получается, должны немножечко эту ниточку снова привытянуть. То есть как в начале, так и в конце. И так вот, что у меня получилось после сшивания. Изнаночная моя полосочка, вот она осталась. Как на мой взгляд, получилось в принципе аккуратненько. И главное, обратите внимание, чтобы стык верхушечки у вас был не вот таким вот образом, скоса сверху вниз, а максимально ровненько. То есть вот это самое основное, потому что при отвороте шапочки будет очень сильно видно, если искажен шовчик. Поэтому, если у вас здесь что-то искажено, распустите и вначале найдите максимально крайние петельки обоих сторон. Теперь что мы делаем? Это у нас лицевая сторона. Мы должны шить вот этот шов, оставшийся на изнаночной стороне, так как это у нас верхушечка и поверхность шапочки. Мы берем, выворачиваем на изнаночную сторону вот эту рабочую ниточку. То есть моточек продеваем через отверстие и выводим на поверхность с изнаночной стороны. Продели. Вот он у меня моточек. И я выворачиваю на изнаночную сторону, чтобы мне проще было сшивать. Теперь смотрите, у нас ниточка немножечко не достает до макушки, то есть до начала, где мы должны сшивать. Поэтому я предлагаю соединительными столбиками дойти до серединки. Смотрите, как можно понять, где серединка. Мы сворачиваем шапочку. Теперь у нас начало сшито. И мы вот так вот плотненько прижимая все стеночки до самой макушки. Смотрим, вот она у нас серединка макушки. Вот, значит, мы должны до вот этой серединки доделать соединительные столбики. Смотрите, мы просто вдеваем петельку на крючок, одеваем обратно. И соединительными столбиками, вот так вот захватывая рабочую ниточку, переходим до серединки макушки. То есть вот так очень просто. Я думаю, что здесь я понятно все делаю. Просто перехожу к серединке, рабочую ниточку перевожу. Можно было бы, конечно, обрезать и присоединить. Но, честно говоря, я такое не люблю. Я стараюсь, чтобы максимально у меня было все сдельно. И вот меряем, сколько еще мне нужно продеть ниточку. Ну, еще буквально на одну петельку. То есть вот я продеваю еще на одну петлю вперед. И вот она у меня, начальная рабочая петля. Я беру теперь точно так же, как снизу, так и сверху. Нахожу от этой начальной петельки крайнюю петлю. И ввожу уже за максимальное количество стеночек. То есть, смотрите, чем больше вы здесь возьмете в начале, тем меньше вероятность, что вот этот трубчик у вас окажется с лицевой стороны. С другой стороны у вас никаких рубчиков нету, поэтому просто берем за петельку и делаем просто столбик без накида в начале, потому что у вас петелька вытащится начальная. Теперь снова продеваем за обе стеночки и делаем соединительный столбик. За обе стеночки продеваем и захватываем рабочую ниточку, продеваем сквозь первую петлю, вторую. Вот таким точно так же, как мы делали в начале. Только сейчас я вам предлагаю делать за переднюю стеночку максимально захватывать крючок, чтобы вот здесь не было никакого рубчика. Если рубчик у вас будет небольшой с изнаночной стороны, абсолютно ничего страшного. Главное, чтобы у вас его не было с лицевой стороны. И вот, смотрите, мы сейчас еще раз смотрим, приравниваем, чтобы шапочка была соединена хорошо. И дальше продолжаем. Ищем самые крайние петельки, косички. С одной стороны и с другой стороны. И делаем соединительные столбики. С одной стороны и с другой стороны. Захватываем рабочую ниточку и делаем соединительный столбик. Или протяжечку. Снова с одной стороны и с другой стороны. Протяжка. С одной стороны и с другой стороны. Протяжка. То есть, я думаю, что здесь все понятно. Продолжаем делать соединительные столбики полностью-полностью до момента, там, где у нас должен быть отворотик. Я здесь, в принципе, сшила немножечко выше, чем 5 сантиметров. Вот где-то сантиметр я еще должна здесь вернуть. Поэтому я сейчас досшиваю до вот этого момента. И посмотрю, покажу вам, как это будет при отвороте. Если что, я сантиметр распущу и досшиваю с вот этой стороны. То есть, сейчас мы посмотрим, чтобы максимально не видно было с лицевой стороны, какие-то погрешности и некрасивые рубчики. Я продолжаю делать соединительные столбики, сшивать за обе стеночки или за обе стороны шапочки. Просто соединяю две, уже обратите внимание, с изнаночной стороны. Две стороны соединяю. И дальше будем смотреть, чтобы мы очень аккуратно сделали шовчик с лицевой стороны, как у нас будет смотреться. И опять же, решим по поводу того, точно сколько нужно сделать длину шва нижнего для отворота шапочки. Уже с лицевой стороны. И вот с изнаночной стороны я подошла к тому моменту, где я закончила сшивание на изнаночной стороне косички, то есть на лицевой стороне шапочки. И вот я вплотную досшиваю вот такими соединительными столбиками эту дырочку, то есть чтобы никакой дырочки у нас ни в коем случае не было в итоге. То есть вот проденьте пальчик и посмотрите, если есть еще дырочка, то вот максимально вам нужно ее закрыть. Теперь мы захватываем вот здесь вот еще прям вплотную место и теперь берем ножнички, отрезаем вот этот краешек, он нам больше не нужен, ниточки. И смотрите, нам нужно сейчас вывернуть на лицевую сторону шапочку и посмотреть, все ли хорошо у нас со швом. Вот, смотрите, мы вывернули, все получилось довольно-таки аккуратненько. Посмотрите, какой шовчик. Благодаря тому, что мы начали сшивать от самой-самой серединки макушки, то посмотрите, у нас получилась какая аккуратная, замечательная макушка. Вот он у меня шов, как выглядит его практически с этим узором. Вертикальных полосочек вообще не видно. И вот он, наш рубчик на лицевой стороне для отворота жгутиков. То есть, смотрите, если мы сейчас отворотики на лицевую сторону вывернем, получится довольно-таки симпатичная шапочка. И нам осталось ее только немножечко намочить, придать форму и высушить. Потому что у меня очень тоненькие довольно-таки ниточки. Я вообще люблю такие фасоны и модельки вязать из лан и голд. Там, где потолще ниточка 240 метров. Здесь ниточка как в фае не толщина, поэтому не сильно держит форму. Вот, поэтому, конечно же, из лан и голд это больше бы и круче получилась бы моделька. Вот, но на самом деле, в принципе, довольно аккуратно. Благодаря тому, что мы сделали шовчик в серединке жгута. То есть, вот так вот на отвороте его не видно. И точно так же с изнаночной стороны. Вот он, наш шов. Он у меня получился довольно-таки мягенький, аккуратненький. Несмотря на вид его грубости на камере, он довольно-таки нежный получился. Вот, и, в принципе, вам осталось только спрятать вот эти краешки ниточек, кончики. При наборе, при сшивании у нас оставались. Вот, спрячем кончики и наша шапочка готова. Получилась вот такая красивая косичка или переклесты жгутики, состоящие из двух видов лицевой глади и платочной вязки. И вот так, на мой взгляд, симпатично. Если взять пряжу более каких-то светлых тонов, то это будет очень красиво и очень даже шикарно смотреться в плане выглядеть как коса здесь. Конечно же, можно на свое усмотрение украсить, пришить какие-нибудь пайетки, бусинки, блестки сделать, стразики и так далее. То есть, это уже на ваше усмотрение. В принципе, для тех, кто хочет шапочку Бини, чтобы у вас просто вместо вот этого начала была вот такая вот косичка. То есть, вот она шапочка Бини, высота наша. Вот. Можно сделать вот так. Единственное, вам нужно будет сшить от начала до конца полностью все на изнаночной стороне, чтобы этого ничего не видно было. Вот так замечательно все получилось, на мой взгляд. Конечно же, не забывайте комментируйте, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кому понравилось. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok